здравствуйте дорогие друзья все любители цветущих растений с вами елена буровцова на канале жизнь цветов и в этом видео мы поговорим о том как помочь фиалочкам пережить жаркое знойное лето ведь когда за окном держится 30 градусов тепла наши фиалочки страдают потому что температура в 30 градусов губительно действует на корневую систему фиалок она просто отказывается нормально функционировать поэтому конечно особое внимание надо обратить на полив подкормку но все-таки в первую очередь надо постараться максимально приблизить температуру в комнате где находится фиалочки к нормальной для фиалок конечно идеальный вариант это кондиционер когда температуру мы можем отладить любую но не всегда есть такая возможность если солнышко на подоконнике с фиалками бывает нечасто то можно будет обойтись притенением например использовать жалюзи различные пленки просто притеняем от солнышка кроме этого снижаем температуру с помощью различных емкостей с увлажненным керамзитом с увлажненными камешками которые расставляем между растениями также керамзит или перлит вот можно насыпать вот такие небольшие поддончики увлажнить и уже сверху поставить наше растение температура также будет немного снижена но если солнца много то тут уже притенениями не обойтись так как несмотря на притенение температура все равно будет значительно повышенной поэтому фиалочки в таком случае необходимо с подоконника убрать и поставить их куда-нибудь на полочку на стол подальше от окошка а если температура и в комнате очень высокая то просто поставьте их на пол и недостаток света навредит им гораздо меньше чем вот такая очень высокая температура на подоконнике да конечно это хлопотно но тем не менее немного не так часто бывают например московском регионе так не так длительно жара вот несколько дней по было жаркая погода вот сейчас у нас снова с вами арктическое вторжение и можно сделать небольшую передышку но уже на следующей неделе опять обещают жару поэтому как говорится надо быть бдительными и так когда мы с вами постарались максимально стабилизировать температуру надо обратить внимание на полив в жару полив это очень важно как я уже сказала корневая система работать практически отказывается и если мы будем продолжать полив в том же режиме то фиалка просто захлебнется она не будет справляться в жаркую погоду с тем же количеством воды как она обычно вот как обычно вы ее поливаете поэтому старайтесь вот каждый день проверять насколько влажная ваша фиалочка здесь очень важно и не перелить и в то же время не пересушить земляной ком конечно если ваше растение находится на фитильном поливе то здесь немного проще надо просто стараться чтобы фиалочка всегда вот была с водичкой надо будет вовремя подливать но когда у вас верхний полив или нижний полив то тут конечно времени надо уделять больше поливаем небольшими порциями растения лучше почаще понемногу чтобы просто поддерживать грунт влажным не давая пересыхать ему но в то же время не переливать чтобы не перенапрягать корневую систему также обращаю ваше внимание что фиалочки мы в жару не подкармливаем так как я уже сказала корневая система работает плохо растение стрессовом состоянии и поэтому подкормка на пользу ей не пойдет корневая система не справится поэтому на время жары подкормки прекращаем и еще хочу вам напомнить о чем мы говорили в марте в апреле и даже в мае для того чтобы фиалка хорошо пережила летнюю жару ее надо что пересадить вот видите я вам показывала разные способы пересадки вот эту розеточку я показывала как мы пересаживали методом перевалки и вот сейчас я покажу поближе вот видите сколько бутончиков она набирает это фан-фан тюльпан вот 22 апреля а это растение посмотрите арамис 28 апреля видите тоже сколько уже цветочков и кроме этого вот посмотрите сколько еще много бутонов когда фиалка находится в рыхлом воздуха и влагопроницаемом свежем грунте то жару она перенесет легче так как корневой системе будет достаточный доступ воздуха она будет дышать она будет легче впитывать влагу она слабенькая и с лежаной почве она вот больше шансов что загниет а вот в такой вот рыхленькой тем более если мы ей поможем она должна пережить лето гораздо проще гораздо легче ну так чем еще мы можем помочь нашим фиалочкам вот конечно в самую жару этого делать не надо но вот сейчас будет небольшая передышка и вот когда у вас если будет небольшая передышка можно полить растения например обработать цирконом и пином так hb 101 то есть вот как-то немножечко их простимулировать но это делается не в самую жару а вот когда жары еще нет накануне и кроме этого вот что у нас корневая система она может загнить если фиалочка перелита или после пересушки полито вот чтобы как-то делать профилактику таких гнили можно полить фитоспорином или привикуром это вот такая профилактика будет от всех гнили ведь когда мы вот переувлажним если фиалочка корневая система не справилась то при высоких температурах а также вот когда при зимних также бывает погодах но вот когда идет вот такое увлажнение и бактерии начинают размножаться фиалочка теряет иммунитет и может быть сосудистый бактериоз вот в жару иногда можно потерять всю коллекцию он начинается это как бы передается от фиалочки фиалочки поэтому уделяйте своим растениям достаточно больше внимания в жаркую погоду и они будут радовать вас конечно бывает аномальная жара когда жара стоит больше 30 градусов под 40 тут уже прям вот и не знаешь что делать естественно все цветочки тогда обрывается фиалки убираются вот я не знаю уже куда их убрать надо максимально снижать температуру вот именно вот в такую конечно жару здесь совсем будет беда ну вот в нашу подмосковную жару я думаю мы с вами справимся и переживем эту жару если у кого-то возникнут вопросы спрашивайте всем обязательно отвечу о чем-то может быть сниму видео если будет что-то непонятно разберем что-то поподробнее а сейчас всем пока до новых встреч